Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире вас рада приветствовать. Я, Татьяна Трояновская. Сегодня в нашем интервью речь пойдет о таком цирковом жанре, как дрессура диких животных. А если говорить более конкретно, об украшении строптивых и грациозных хищников, именуемых пумами. Профессиональные секреты нам готова раскрыть настоящий мастер своего дела Наталья Исайчева. Наталья, я не могу не затронуть такую тему, тема зоозащитников. Очень много споров ходит относительно цирка с животными, относительно этого вопроса. Как вы можете это прокомментировать? В принципе, да, я не могу сказать, что все дрессировщики идеальны, попадаются в особи. Но это в основном даже не в стационарных цирках, это в основном в шапито. Которые берут животных, и не всегда там есть грамотные профессиональные дрессировщики. Ник, ну ты чего? То есть люди не профессионалы, люди дилетанты, люди любители. Поэтому там, да, там происходят такие моменты. У нас этого нет, у нас работают профессионалы, которые берут этих животных с младенчества практически. То есть ты берешь ребенка, ты его выращиваешь, ты его выкармливаешь. Он живет какой-то период у тебя дома, спит с тобой, ест с тобой. Ты его лечишь, ты его нянчишь, ты его кормишь с руки. То есть, естественно, это... Ну как после этого можно его там бить, убивать и прочее. Опять же, что касаемо вот этих вот кошек, то есть... Ух ты ж, ой ты боже мой, банные процедуры. Так что по поводу зоозащитников я как бы не очень согласна. Есть, да, идут отзывы, идут. Я бывает считаю, что меня это очень, так сказать, коробит. Вот, потому что, ну, многое из того, что люди вбивают себе в голову, это неправда, это не может быть правдой. Вот. Любое животное – это твой партнер, ты от него зависишь. Это твой, я не знаю, твой ребенок, это твой партнер, это твоя жизнь, это твой хлеб, это все твое. Как? Вот он разве похож на замученного котта тяжелой неволей? Вот что я заметила по вашему отношению к животным, что действительно они к вам ластятся, тянутся. То есть вот не возникает ощущения, что живут в каком-то дискомфорте, да, хроническом. То есть видно, что кошки ладненькие, такие ухоженные. Ну, в основном у нас кошки, для них самое страшное наказание – это крикнуть на них. Единственное, отвлечь кошку можно, чем дотронуться до уха, да, легкий, или щелчок по носу любому животному. То есть это не больно, это неприятно. Переключить внимание. Это дискомфорт, да, естественно, оно переключает внимание. Тут не надо его прямо убивать палками. То есть у нас все приспособления, там, стеки, палки, палки у нас идут для чего? Не для того, чтобы их бить или что-то, чтобы тебе руку не откусили. То есть продолжение руки. Это продолжение руки, это ты даешь кошке прикормку там или что-то, потому что в априори он хищник, и он по-любому будет нападать на мясо. Стек, опять же, он для чего используется? Это как поводырь. То есть ты его где-то там туда подвел, где-то сюда, где-то там слегка его отзвонил к себе, призвал, там еще что-то. Так что все эти приспособления не используются для насилия над животным. Откуда вы берете вот котят маленьких? Ну, мы своих брали всех из Самарского зоопарка, там очень хороший зоолог Катя. Она их прям забирала сразу от мамы. То есть животное полностью ручное, полностью адаптированное. Это многопоколенно выведено именно вот в неволе, да, в домашних условиях кошки? Там же вот в Самаре в зоопарке живут папа, мама наши, Парамон с Пармой. Они вот два потомства, мы у них забрали. То есть первая вот аватар с Линой у нас, это там были, их вообще собака выкармливала. Им повезло, там как раз, да, родились щенки вот у зоолога, и вот овчарка выкармливала наших малышей. Потом они у нее дома жили, потом у нас дома жили, и постепенно вот вышли в Манеж и начали работать. Потом вторая пара тоже, четверка вернее, у нас тоже прошла через Катю. Жила у нее дома там с собаками, с детьми там все. То есть кошки полностью одомашненные. Что представляет собой пенсия циркового животного? Пенсия? Ну, в основном животные доживают свой век с хозяином. То есть в цирке они так же, ну куда их, ты же их не выкинешь, ты их не спишешь никуда. Некоторых, да, которых вот невозможно возить уже там по каким-то причинам, их сдают в зоопарке. То есть где они спокойно, вольготно, при хорошем питании и уходе доживают. Это какой-то хороший звук, или ты мне хочешь бок откусить? Нет, это он просто, видишь, он балдеет лежит. Наш, у кого мы стажировались, вот учились всему, Марина Петровна Маяцкая, замечательнейший дрессировщик. У нее она с гепардами когда-то работает, был единственный дрессировщик, который работал с гепардами. Вот, очень сложная кошка. В выращивании вообще, в уходе и прочем. У нее до сих пор, вот она сейчас уже на пенсии, сама на пенсии. Вот все, кто с ней работал, все ее животные, все ее дети, они все живут с ней, она за всеми ухаживает, всех любит, кормит, холит и лелеет. Это величайший дрессировщик, который вот отдается полностью до последнего момента, то есть тому, чем он занимался всю жизнь. А как вы пришли в цирк, вот с чего для вас он началось? Ну, у меня вообще все было как бы необычно. Я вышла замуж за артиста, за, так сказать, жокея, вот, акробата на лошадях. Он работал в номере. Потом мы уже, он ушел оттуда, сделали, взяли своих лошадей, сделали свой номер с лошадьми, с партнерами. Десять лет мы отработали. Постепенно я вошла в работу, то есть у меня такой маленький заезд был. А потом уже как-то мы вот, я говорю, приехали в зоопарк, увидели малышей, потому что вот найдите где-нибудь маленькую пуму, котенка, это просто реально очаровательное животное. Оно беднистое, с синими-синими глазами, с огромными ушами, как у Майкуна, да. Вот. И вот мы их взяли, начали пробовать, у нас пошло. Постепенно как-то вот от лошадей мы перешли больше к кошкам. То есть там партнеры, там все, всегда от людей, человеческий фактор иногда не очень, как сказать, благоприятно на работу. Здесь мы сами по себе, у нас мы друг другу партнеры. И постепенно все ушло на кошек у нас, и вот мы как-то разрослись, сейчас уже работаем. Сначала с двумя начинали работали, потом потихоньку малышей выводили, сажали. И постепенно у нас все кошки вошли в работу. Ну, Ник у нас немножко избалованный, так он как самый маленький был, самый больной, самый хиленький. Поэтому его все любили и все целовали. Он немножко такой с характером стал. Но при этом он людей лояльно относится ко всем людям, в отличие от других кошек. Те все-таки хищники остались. Этот у нас такой тюфячок. Очень известные династийные, да, дрессировщики там, Запашные, Багдасаровые. Вот к кого приходить, не будучи вот известным цирк? Сложно? Ну, скажем так, они учились у родителей. У них был опыт, было кому передать опыт. Вот. У нас было сложнее. Мы учились сами, мы учились на своих ошибках. То есть мы когда взяли, мы ничего не умели. Мы только вот было огромное желание, огромное рвение к этому, и все, больше ничего не было. Вот. Мы сами делали клетки, мы сами делали какой-то реквизит, мастерили, что-то такое. Учились рацион рассчитывать, то есть учились мясо разделывать сами. У нас не было тогда ни работников, мы вот вдвоем. Все, у нас еще леопард был, девчонка. То есть мы вот этих троих, они у нас дома, по очереди гуляли, бегали. Все это было, все это проходили. Династийным там, да, там проще, там все-таки. А с другой стороны у них нет выбора. Ну, а вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что сегодня мы поговорили о профессии дрессировщиков. Дрессировщиков диких кошек. Мы смогли узнать, как укращают этих красивых, строптивых животных, именуемых пумами. Рада стараться. Для вас была я, Татьяна Трояновская. До новых встреч в эфире. Все? Молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин